Когда я пациентов лечу, я говорю, что если мышца от производителя найдет в комплектации, она должна работать без вариантов. Если она не работает, то биомеханически тело и этот сегмент работают неправильно, он стирается, появляется боль, любая клиника, и ваша задача ее включить. И получается, что у нас мозг, получая информацию с периферии, со всех датчиков, он должен получить правильную информацию. Если она неправильная, он начинает реагировать на это. Если отсюда пришло, что здесь болит, он не анализирует, болит, а не болит, идти мне на учебу, не идти, он так не занимается. Болит все, он моментально решает. Не может человек дотронуться до горячего, сейчас я посмотрю, подумаю, а потом отдернусь. Дотронулся, отдергивание, то, что мы видели. Если здесь нет горячего, все нормально, нет ничего, но идет неправильный сигнал, он будет отдергиваться. И вы увидите этого пациента в паттерне отдергивания с болями, которые он придет. Вам нужно просто по набору мышц понять, как он отдергивается. Если у него, например, здесь гипотония, вот в шее, вот так он стоит, откуда он отдергивается? Ну, отсюда ему прилетело удар, травма, зуб полечили. Ну, то есть, если болевой датчик сработал, он отдернулся. И все. Визуально вы можете это увидеть, отдергивание. Либо просто протестировать слабые мышцы и понять, что отсюда он отдергивается. Нашли датчик, пролечили, он перестал отдергиваться. И вопрос закрыт, так как у вас делали. Ну, и здесь, в принципе, ПДТР, то, что мозг управляет всем телом. Если мозг выключил мышцы, то у него в планах нет, чтобы вы их включили. О чем мы говорили. Если выключены прямые мышцы бедра, а вы ее решили накачать, ну, вы идете против воли мозга. Если даже вы ее накачаете, значит, вы сделаете себе хуже. Вы ее каким-то образом включите. Он выбрал для себя минимальный режим энергосбережения. Самый минимальный, ленивый. Оптимальный. Ну, это уже не оптимально, потому что он тратит энергию. Да, это плохо. Но это такой более или менее лучший вариант. Самый короткий путь. Если вы убрали этот путь, он выходит на ступеньку выше. Эта ступенька требует больше энергии. И все. То есть, рано или поздно будет еще хуже. Либо он попытается снова спуститься на этот же уровень. И мы обсуждали, что когда ко мне приходили пациенты, например, с больным плечом в суставе, стандартно мы там все понятно, полечили. Блокаду сделали. Может быть, если не проходит там надстандартное лечение. И через три месяца заболело колено. Все. Травматологи говорят, на руку не хромают. А на колено хромают. То есть, руку можно где-то там пощадить. А при ходьбе как вы колено будете щадить? Нагрузка пошла на колено. Хуже. Согласны? У нас есть железо в компьютере. Там платы, все остальное. Да? Это железо. Он сравнивает это как мышцы, кости. На этом уровне может быть повреждение. Там сломалась кость. Вы ее лечите как по принципам травматологии. А есть нарушение программного обеспечения. Вот если есть нарушение программного обеспечения, там вирус или программа работает неправильно. То есть, железо будет работать неправильно. Вот это программное обеспечение в компьютере, такое же программное обеспечение, как в нашем организме. Мы его настраиваем, вот это взаимоотношение, и все. Если мы его настроили, то, что мы увидели на МРТ, на повреждения, они, скорее всего, могут и не давать клинику. Вы настроили, все прошло. Как формируется патологический условный рефлекс? Для его формирования достаточно одного сильного стимула. Не нужно стоматологу 10 раз колоть в одно место. Не нужно молотком 10 раз бить по пальцу. 10 раз в одно место сломать кость. Достаточно одного воздействия, сильное, и оно зависло. Патологический условный рефлекс. Зуб заболел или зуб полечили, сигнал дошел до определенного уровня. У каждого из вас он разный. Вот он, определенный уровень, все, это проблема. И она зависла. И вы никакими способами, никакими не сможете решить. Кроме, у нас коллега, доктор-травматолог, да, Андрей, я даже говорил на вебинаре, тоже интересно, Хассета, кстати, тоже делал. Он, если у пациента где-то болит, вводил анестетик в зону рубца, и у человека проходило. Как строится дисфункция в PDTR? Вопрос. С чем вам, то есть дисфункция в PDTR, я как-то картинку нашел, думаю, вставлю в слайд, очень похоже. Где пациент, это ваш пациент, он приходит к вам с болями, смотрите, боль в коленных суставах здесь. Если бы вы нагрузили плечи, были бы там близкофор, боль в плечевых суставах. А стоит ли чуть-чуть поработать сразу же? Да, поэтому лучше лишний раз я не буду работать, это делать. Ну, потому что организм понимает, он не просто так, не этот. Головная боль, вот здесь она. Общая слабость, ну, это вот слабость, еще что-то, а, ну, эмоционально, да. И тогда наша медицина предлагает, ну, колени, вот как ортопед я этот, конечно, я буду колени лечить, ну, у меня другого нет, в принципе. То, что мы обсуждали, стандартное назначу лечение. Но, зачастую, вот все, что болит, это вот проявление каких-то компенсаций, вы нагружаете неправильно работающие сегменты. А центр, что был у вас? Рубец. От кесарев, да, у вас? От кесарева, там серединка, и там сидел датчик тупой боли, то есть он сработал. Причем он сработал, может быть, даже не во время операции, а там во время перевязки, или там что-то он когда-то, когда сильно заболел, после наркоза, например. Вот здесь он сидел, и нам через вот эти жалобы, вот то, что мы будем делать, нам нужно прийти сюда, удар сюда, точно в десятку, и все ушло. Да? Все. Если вы полечите колени, здесь, если я буду классным ортопедом, полечу колени, это подпорка. Где хуже станет? Может быть, головная боль усилится, общая самочувствие, а может быть, такая депрессия будет. И все, вы убрали подпорку. Если настроение улучшит будет, может быть, колени больше заболеют. Вот это вот игра. Понимаете? Переливающийся с стула. Ну, да, это вы убрали, вот четыре ножки у стула, вы одну убрали. Стало хуже. Это может быть? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...